Добрый день! В этом видео я хочу рассказать о своем изобретении, которое еще не зарегистрировано, но я хочу его выложить на YouTube, чтобы приоритет своих прав зафиксировать. Данное изобретение позволит улучшить зрение миллионам людей. Как вы знаете, что есть такое явление, такое заболевание или естественно врожденное дефект, как астигматизм. Его лечат дешевый вариант. Это сферические линзы, которые дают искажения по краям. И есть, как вы видите здесь, асферический дизайн, когда переднюю поверхность делают асферической. В более дорогом варианте и заднюю поверхность делают асферической. За счет этого уменьшаются боковые искажения. Но и в первом варианте, вот в этом просто асферическом, и в биосферическом оси вот этой цилиндрической поверхности, я говорю про астигматизм, когда у нас цилиндрическое вот это искажение, они параллельны. То есть, это два цилиндра, которые находятся один в другом. Грубо говоря, представьте себе бутылку, которую вставили в еще большую бутылку. Вот, и они прикасаются вот этими вот боковыми гранями. В чем суть моего изобретения? В том, что я предлагаю сделать в биосферике оси непараллельными. Для чего? Если, ну, представим обычную ситуацию, когда у нас ось горизонтальна, и тогда без очков у вас в случае отрицательного, как бы, миопии, у вас идет вот такое вот размытие. Размытие, да, когда вы без очков смотрите. Дальше вы надеваете правильно подобранные очки формально, и у вас вот это вот размытие по вертикали практически исчезает до нуля. Но появляются еще вторичные искажения, да, которые у вас изначально существовали, потому что, естественно, у вас искажение идет не только там цилиндрическое, но какие-то еще есть там вторичные эффекты искажения в глазу. То есть это ваш глаз не идеально, вот такой сплюснутый шар, а еще какие-то есть там небольшие искажения. И вы видите, что у вас еще остались вторичные размытия под какими-то другими углами. Ну, вот здесь примерно там 45 градусов нарисовано. Естественно, этот цилиндр, как бы вы идеально его не подбирали, он их не уберет. Но в случае с биосферикой у вас есть возможность, если вы вторую ось по-другому повернете, то у вас вот это вот искажение, оно тоже уберется. Ну, грубо говоря, любую функцию можно представить в математическом виде рядов Фурье. То есть здесь вот путем поворота второй оси вы добиваетесь того, что у вас дополнительные какие-то искажения убираются. В этом суть изобретения. Таким образом, у вас будет не маленький вот такой наклонный луч света, да, размытие точечного источника света, а совсем в точку он перейдет. Спасибо большое за внимание. Это изобретение, оно родилось у меня, исходя из наблюдений за светящимися объектами и знаний моих физики, оптики. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, насколько реалистично это запатентовать и получать какие-то вознаграждения от крупных производителей. Спасибо. Продолжение следует...